Жители дома номер 85 по улице Лермонтова бьют тревогу. Их сносят буквально на глазах. Сегодня часть многоквартирного деревянного дома уже разрушена застройщиком, планирующим возвести на этой территории новостройку. Однако куда переезжать жителям последней нерасселенной квартиры, пока неизвестно. Подробности в нашем следующем сюжете. Возвращаясь с очередного судебного заседания по вопросу переселения, Алексей Черепанов и его теща Алла Музлова обнаружили, что их дом сносят. Судебные разбирательства продолжаются уже год, однако решить проблему не получается. Благодаря соседям мы узнали, что наш дом сносят. Быстро приехали сюда. Здесь уже были снесены 13-я квартира, 14-я квартира. Мы вызвали милицию. Милиция попросила документы у мастера-экскаваторщика Новоэс. Новоэс не предоставила таких документов на снос дома. У них нет ничего. Сейчас та сторона дома, где находилась квартира Аллы Музловой, разрушена. 70-летняя женщина вынуждена проживать вместе с зятем в его 16-метровой комнате. Так как дом в администрации города считается расселенным, никто не занимается его техническим обслуживанием. Люди проживают в квартире без электричества, подъезд затоплен водой. Жильцы опасаются, что в их отсутствие дом попросту могут снести. Жильцам дома была предложена квартира в доме номер 21 по улице Билибина. Однако, по мнению Алексея Черепанова, жить в ней не представляется возможным. Эта квартира в предаварийном состоянии, очень холодная. Стены у этой квартиры некоторые обклеены поролоном. Я поролон ободрал, там ДВП идет. За ДВП тес доски, за тесом изовер. Представьте, какие стены и какое состояние у квартиры там. Чтобы зафиксировать все изъяны, Черепанов обратился в научно-исследовательский институт и провел экспертизу квартиры. Она показала, что проживание возможно только после проведения капитального ремонта. Однако, в Департаменте жилищных отношений на этот документ не обратили должного внимания. Данное заключение, по мнению администрации города Якутска, вынесено органам, которые не имеют права давать заключение по поводу того, является ли данное жилопомещение непригодным для проживания, то есть аварийным по федеральному законодательству, законодательству, право на припризнание жилого дома или помещение непригодным для проживания имеется только у Межрежесной комиссии города Якутска. На сегодняшний день проблема остается нерешенной. У жильцов дома остается надежда на то, что запланированное на 31 августа судебное заседание разрешится в их пользу, и они получат достойное для проживания жилье. Галина Погодаева, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.